Она попыталась закон о своем величии еще один принять. Это пожалуйста. Она просто идет по головам. Сын? Ребенок? У нас с Агриппиной может и родиться только чудовище. Править, казалось бы, было некому, и тут все вспомнили про семейного дурачка. Не столько в сторону порока и разврата. Ему нравились женщины смелые, независимые и распутные. Она обретает власть не с помощью мужчины. Гражданин уже не звучит гордо. Гордо звучит богатый гражданин. Римляне считали, что надо прислушиваться к советам жен. Одна Агриппина старшая, другая Агриппина младшая. Сегодняшний наш рассказ будет посвящен сразу двум героиням. Эти героини – мать и дочь. И несмотря на то, что их разделяет совсем небольшое временное расстояние, они разные абсолютно по системе ценностей и по своему поведению. Они представляют два мира. Получилось так, что и мать, и дочь жили на переломе эпох античного Рима. Когда одна система ценностей уходила, и возникала другая. И мама жила по одной, по старой системе ценностей, а дочка уже по новой. Это два совершенно разных мира. Удивительно то обстоятельство, что при том, что это абсолютно разные женщины по характеру, по поведению, по каким-то своим задачам, они не только внешне были похожи, не только были родственны, они еще и назывались одинаково. Одна Агриппина старшая, другая Агриппина младшая. Сегодня речь пойдет о знаменитых женщинах династии Юлиев-Клавдиев. Практически все женщины, связанные с этой династией, и все женщины, окружавшие императоров этой династии, начиная от ее основоположника Августа и заканчивая последним представителем этой династии Нероном, были необыкновенны. Мы некоторых сегодня затронем, потому что они впрямую связаны с нашими героинями. Но, тем не менее, им надо посвящать отдельный рассказ. Вот в истории обычно очень хорошо так или иначе известны мужчины этого семейства. Но почти не говорят о женах. А жены очень интересные. Мужчины, кстати, у них тоже были некоторые необыкновенные. Про них тоже стоит рассказать. Это и поразительный совершенно агриппа, о котором мы чуть-чуть поговорим сегодня, и германик. Но женщины просто удивительны. Вот как раз о таких удивительных женщинах, двух из них, мы с вами сегодня и поговорим. Начать свой рассказ я хочу с цитаты выдающегося русского историка 19-го столетия Кудрявцева. Он был специалист по античности и средневековию. И в рамках вот этого он в том числе и коснулся темы женщин. Он составил серию отчерков о римских женщинах. Вот у него, в частности, в его лекциях и сочинениях часть этих отчерков приведена. У него есть очень интересное высказывание, которое показывает, как на женщину влияет перелом эпох. Он пишет, что судьба женщины, материальная и нравственная, нераздельно соединена с историей общества, среди которого она поставлена. С ним она возвышается, и с ним же и падает. Скажем более, нравственный переворот в обществе ни на чем не отражается так живо и ярко, как на нравственном состоянии женщины. Необходимо отметить, что сама-то цитата чрезвычайно правильная. Но она немножечко, ну скажем так, близка к своей эпохе. Для Кудрявцева женщина наиболее ярко отражает падение нравов своего общества или взлет, если общество, так сказать, относится, как он считает, к нравственной традиции. Сейчас взгляд на женщину немножко другой. И согласившись с Кудрявцевым в том, что положение женщины, даже более чем положение мужчины, отражает состояние общества, мы, однако, немножко по-другому будем смотреть на этих героинь. Потому что мир изменил их не столько в сторону порока и разврата, как это пытается доказать кудрявцы, а в сторону осознания своей личности. Причем вот это осознание своей личности, оно очень такой вот удивительный момент, потому что римская женщина изначально была женщиной чрезвычайно уважаемой и самодостаточной. Я не буду повторяться в своем рассказе о том, что из себя представляла римская семья и немножко римский мир. Я вас отсылаю к расположенному уже на канале лекции о идеальной матери Корнелии, матери Граков, где я даю характеристику и римской семье, и положению женщины в римской семье. И там эта характеристика как раз касается периода в рамках так называемых нравов предков характерного для формирующейся римской республики, ранней и поздней, где женщина олицетворяла идеал матери и идеал жены. В римской традиции женщина самого царского периода, и об этом с восторгом пишет Тацит, который вообще сторонник вот таких своеобразных нравов предков, стояла чрезвычайно высоко, очень высоко. По сути дела в римском обществе эпохи республики существовал своеобразный культ женщины, но этот культ рассматривал только две женские ипостаси и две социальные роли женщины – матери и жены, и больше ничего. Самостоятельного значения как личности женщина не имела. Высокий статус ей обеспечивало чудолюбие, когда она могла быть матерью большого количества детей, и это было достойно уважения, когда она себя посвящала воспитанию этих детей. И, наконец, идеальная римская жена должна была разделять интересы мужа. Разделение этих интересов достаточно уважаемо. В римском обществе было, и оно поднимало статус женщины достаточно высоко. Никого не удивляло, если женщина дает советы мужу в политике и даже, может быть, в военном деле. Никого не удивляло, что муж с ней совещается и объясняет какие-то проблемы по работе, как бы мы сейчас сказали. Женщина дает ему дельные советы. Более того, римляне считали, что надо прислушиваться к советам жен. Но жена должна именно была вникать в проблемы мужа, в его сложности, в его ситуацию. Помогать, советовать, разделять. При этом как бы своих проблем у нее не существовало. Если они и возникали, они считались несущественными и неважными. Вот именно такую женщину невероятно ценило римское общество достаточно долго. Именно такая женщина отражала идеал римской республики. И то, что называлось нравами предков. То есть традицию. И вот на рубеже нашей эры, в конце первого века до нашей эры, в начале первого века нашей эры, наступает перелом. Перелом в римском обществе чрезвычайно сильный. Когда через гражданские войны, через мощнейшие социальные конфликты, через расслоение общества с появлением богатых и бедных, и неожиданным культом богатства, которое до этого в римском обществе никогда не ценилось, происходит переход к новому миру, который довольно сильно отличается от старого. Отличается по многим параметрам. И по политическим из республики выходит империя. И по социальным трансформируются категории римского общества. И на первый план выходит не только высокородность, как раньше. Не только, так сказать, ориентация на какие-то личные подвиги, на значительных предков и так далее, а деньги. Появляется то же самое со словами сенаторов, самых богатых людей. Республиканские институты теряют свое значение. Народ утрачивает политическую значимость. Начинается очень сильное расслоение в рядах гражданского коллектива. И наряду с очень-очень богатыми людьми появляется большое количество люмпенизированных людей, люмпенпролетариев, людей, у которых нет ничего. За исключением, может быть, потомства, потому что пролес – это и есть потомство пролетариат. Оттуда ни денег, ни места жительства толком, никакой либо работы реальной. По сути дела, это появление маргинальной структуры, которая занимается либо какими-то криминальными делами, либо просто попрошайничеством живет на определенное пособие. Вот так появляется, либо продает свои голоса на выборах, которые, правда, все более и более превращаются в фикцию. Именно так появляется вот эта знаменитая категория, толпа, продающаяся за бочку вина, так охарактеризованная классиком. Но солдаты меняют свою роль. После реформы Гая Мария в 106 году до н.э. введшего то, что бы мы назвали контрактной службой и оплату за службу в армии, фактически заменившего ополчение профессиональной армией, появляются солдаты, которые теперь становятся активнейшей силой и в гражданских войнах. Армия, которая раньше была не просто едина с народом, а она и была народом, народным ополчением, начинает превращаться в армию, которую можно использовать против народа. И в гражданских войнах полководцы, стремящиеся захватить уже единоличную власть, достаточно легко и хорошо это делают. Кстати, первым же Марий этим занялся. Вот, собственно говоря, в рамках этих перемен появляется новый тип мышления. В рамках этих перемен уходит старая традиционная концепция коллективизма. Старая традиционная концепция взаимопомощи в открытую начинает бороться за личную власть. В открытую начинает присваивать себе финансы, деньги. В римском обществе появляется много доносчиков. И вообще это общество несколько трансформируется. Даже не трансформируется, а во многом теряет те ориентиры, которые были характерны для республики. Гражданин уже не звучит гордо. Гордо звучит богатый гражданин. И вот отражением многих этих процессов стала новая реальность римских женщин. Новое их представление, новые идеи, новое поведение. И вот первая наша героиня еще принадлежит к старому миру. К миру идеальной жены, идеальной матери, разделяющей все тяготы, невзгоды, все интересы своего супруга. А вот вторая героиня, ее собственная дочь, она уже человек совсем другой формации, другого мира. И ее вся эта ерунда, с ее точки зрения, не интересует. Она уже мыслит как независимая, отдельная и самостоятельная личность. Другой вопрос, хорошая или плохая личность? Ну вот в этом мы с вами попытаемся разобраться. Но она себя уже отделяет и от мужа и от детей. Ну вот давайте посмотрим на мир этих героинь, на разные способы поведения и на то, чем они запомнились античным авторам. Про них написано довольно много. Наиболее подробно и про Агриппину старшую, и про Агриппину младшую особенно, которую он очень не любит, пишет публик Корнелий Тацет. Пожалуй, величайший римский историк в своих анналах. Пишет чрезвычайно интересно. Сведения о обеих этих героинях есть у римского историка Апиана, написавшего чрезвычайно интересный труд о гражданских войнах. О них пишет в меньшей степени об Агриппине старшей, хотя тоже упоминает. И много-много-много в биографии Нерона об Агриппине младшей. Гай Святой Нетранквил в жизни 12-ти Цезарей. И, наконец, похождения Агриппины младшей достаточно в таком не очень хорошем ключе, а иногда просто сплетни, даже античные авторы сомневались, что это может быть правда, и тем не менее, в общем-то, это с удовольствием пересказывается. Вот об Агриппине младшей очень плохо пишет Макробий в своих «Сатурналиях». У него есть произведение о «Сатурналиях». Вот он там такие совсем нехорошие вещи приводит. Он и про Юлию Старшую пишет, дочь Августа, очень нехорошие вещи, ну и в том числе про Агриппину младшую. Но вот это корпус античных источников, упоминающих об этих женщинах. Упоминания отрывочные, а в значительной степени привязаны к мужчинам, потому что отдельных биографий этих женщин нет. Они возникают на страницах античных источниках именно в связи с какими-то своими родственниками, или мужьями, или родителями, или же детьми, но являются настолько цельными личностями, что античные авторы с некоторым изумлением описывают их деяния в достаточно такой вот не то что уважительной, но в несколько озадаченном варианте, а главное, многое им посвящают. Семейно-брачные отношения династии Юлиев-Клавиев и тон этому задал сам Октавиан Август, отличались невероятной сложностью и очень близким, близким, близким родством возникавших там внутри супружеских пар. Августу было принципиально утвердить в римском государстве первую монархическую династию. До этого Рим такового не знал. Были аристократические роды, некоторые из них вели свое начало от богов, как, например, тот же род Юлиев, которому принадлежал Август, но вместе с тем этих родов было ну где-то так 200-300, и каждый из них считал себя достаточно значимым. Августу было необходимо четко подчеркнуть, что род Юлиев занимает совершенно особое положение, и что в дальнейшем власть должна передаваться по наследству, как это делается в восточных монархиях, и узурпироваться она должна только родом Юлиев. Но позже вот получилось, прибавился родственный род Клавдиев, и вот получилась династия Юлиев-Клавдиев. В результате Август начинает строить брачную политику с тем, чтобы получить наследников, вот таким образом, чтобы в брачные отношения вступали достаточно близкие родственники. И когда вот обычно у меня студенты начинают составлять генеалогию семьи Юлиев-Клавдиев, они потрясенно говорят, вот посмотрите, вот этот человек одновременно императору Августу является там внуком, племянником, иногда еще двоюродным братом. Потому что вот так вот это все потрясающе поделено. Очень часто бывало такое обстоятельство, что одну из сестер выдавали замуж, предположим, за отца, а вторую за его же сына из двух родных сестер. И в результате, и в результате, как вы понимаете, дети получались достаточно экзотические, достаточно сложные в определении степени родства. Вот когда мы будем сейчас говорить о семи наших героинях, вы должны четко понимать, что они именно родились вот в такой семье, и они очень близко родственно были связаны и с императором Августом, и достаточно часто с Гайюлием Цезарем, даже в определенной степени, и с Марком Антонием. И причем очень часто супруги приходились друг к другу кузенами. В Риме был достаточно нормальный и обычный брак. И, наконец, стоит отметить еще одно важное обстоятельство. Римская традиция очень ранняя брачная традиция. Римский мужчина, равно как и римская женщина, считались полноправными членами римского общества и уважаемыми членами римского общества, только если имели семью. Под словом «семья» подразумевались не родители, а именно супруг и дети, или супруга и дети. Именно поэтому римская аристократия стремилась как можно раньше женить своих сыновей и выдать замуж своих дочерей. В силу этого обстоятельства брачный возраст римлян это очень ранний брачный возраст. В принципе, девочку можно было выдавать замуж с 12 лет. Никого подобные браки в общем-то не волновали на предмет того, что слишком рано. Поэтому ряд героинь мы увидим, что наших выходят замуж чрезвычайно рано. И вот эта особенность тоже стоит учитывать. Ну и, наконец, не забыли, что браки в основном были династические, вот поэтому не всегда учитывались личные интересы персонажей, хотя иногда это чудесным образом совпадало. Ну а теперь давайте познакомимся с нашей первой героиней. Полное имя этой женщины Вепсания Агриппина. Но в историю она вошла как Агриппина старшая. Отец Агриппины старшей заслуживает особого рассказа. Я обязательно про него расскажу, потому что про него нельзя не рассказать. Это одна из самых ярких личностей той эпохи. Звали его Марк Вепсаний Агриппа. Ну не забыли, почему Агриппина? Потому что, как правило, дочерей называли по родовому или фамильному имени отца. Личных имен у римских женщин не было. Поэтому сколько не было, было бы дочек, они все будут у нас дочки Агриппы, Агриппины. Что касается, собственно, Маркови Псании Агриппы. Он человек не аристократ. Он выходит из так называемой всаднической семьи. Это торгово-ростовщическое знать. Не бедный, но абсолютно не аристократичный. Более того, он потомок плебеев. А большая часть того, кто составлял, так сказать, сенатский аристократический момент, это в основном потомки патрициев. С самого детства он вместе с будущим императором Августом, вот когда тот еще был просто мальчишкой Гая Октавием. Более того, они ровесники. Они одного возраста. Он был товарищем детских игр, Гая Октавия. В юные годы он, в общем-то, вместе с Гаем Октавием переехал в Рим и во многом способствовал приходу Гая Октавия к власти и превращению в конечном итоге его в Октавиана Августа. Марк Вепсании Агриппа для Августа был настоящим сокровищем. полностью лишенный какого-либо политического честолюбия, совершенно не рвущийся к власти. О, необыкновенно преданный друг, он одновременно обладал качественными выдающегося полководца и, что особенно важно, флотоводца. Именно Марк Вепсании Агриппа победил и в конечном итоге разгромил пиратское государство секста Помпея, с которым долго-долго никто не мог справиться, в том числе и сам император Август. Именно он победил в знаменитой битве при акции Марка Антония, обеспечив в конечном итоге Октавиану единоличную победу. Именно там воевал Агриппа. А так, помимо того, что он был великолепный полководец и флотоводец, он еще был очень хороший архитектор. Он построил множество дорог и мостов. Именно под руководством Агриппы был построен знаменитый понт Дюгар, который стоит до сих пор во Франции, потрясающий трехарочный мост Акведук. Он построил первый пантеон. Архитектурные таланты Агриппы были очень значительны, и во многом именно благодаря Агриппе Август мог сказать, принял Рим кирпичным и оставил его мраморным. Значительной частью строительства руководил именно Агриппа. И, наконец, Агриппа был прекрасным картографом. На основании трудов греческих землемеров и географов он составил потрясающе точную по тем временам карту Римской империи, которая по приказу Августа была перенесена на мрамор, и достаточно долгое время была одной из лучших карт. Считают, что он еще писал разнообразные сочинения, правда, до нас особо не дошедшие. То есть, человек во всех отношениях был необыкновенно одаренный, при этом обладал очень сильным, крепким характером, и все свои годы, а прожил он 51 год, он прожил в общем-то не зря. Август настолько его ценил, что официально назначил своим соправителем, официально усыновил, несмотря на то, что он был ровесник, и объявил, что именно Агриппа будет его преемником, ну или в крайнем случае дети от Агриппы. И вот именно с этой целью он заставил Агриппу Агриппа, кстати, совершенно не рвался, вот, жениться на своей единственной дочери. Это был уже третий брак Агриппы. В общем-то, для того, чтобы он женился на дочери Августа, его, так сказать, развели со второй женой, с которой у него, чувствуется, были очень неплохие отношения. Но так или иначе, Агриппа подчинился, потому что по римским традициям вот такой брак, он даже значительнее усыновления. То есть в этом плане зять даже был значимее, чем усыновленный человек. И вот мы переходим к матери Агриппины старшей, которой была дочь Октавиана Августа, единственный его ребенок, Юлия старшая. Юлия старшая личность тоже очень поразительная и тоже заслуживающая отдельного рассказа. Будучи единственной дочерью Октавиана, кстати, интересно, Октавиан дочь свою очень любил, а вот мать ее нет, и развелся с ней практически сразу, как Юлия родилась. Но Юлию у нее практически забрал и воспитывал отдельно, и воспитывал под очень жестким контролем и присмотром. С самого детства Юлия находилась под контролем своего отца, причем чрезвычайно жестким контролем. Именно он решал, чему она будет учиться, как она будет учиться, с кем она будет общаться и как видится вообще, он на дочь сделал очень большую ставку, пытаясь вырастить из нее идеальную женщину, идеальную в римском понимании, потому что в тот момент Октавиан был очень озадачен падением нравов, как он считал в римском обществе, изменением ситуации и пытался изменить эту ситуацию возрождением так называемых нравов предков, то есть тем, чтобы вернуться к полноценной семье со множеством детей, к женщинам, которые покорно уважали мужей, к мужчинам, которые подчинялись старшим и имели чувство коллективизма, и все это он попытался провести через так называемый Юлиев закон, где государственным преступлением стал считаться разврат, измена, вот, где прописывались всевозможные моменты добродетелей, и он, в общем-то, сам пытался таким образом себя вести, но очень большую ставку делал на дочку, которая вот как бы будет образцом для подражания. И именно по его приказу Юлию учили очень многому. Помимо традиционных для римской женщины, кстати, к тому моменту уже почти никого этому не учили, а вот юная принцесса вынуждена была этим заняться, традиционным качеством, вязанию, шитью, то есть то, что должно было составлять важней, одни из важнейших занятий римской матроны. Помимо этого, однако, Август дал Юлии очень хорошее образование, ее учили очень хорошие учителя, причем она получила достаточно большой курс и литературный, и философский, и риторический, все отмечали, что девочка очень талантливая, очень талантливая, она проявляла большой художественный вкус, она великолепно сочиняла стихи, она была крайне не глупа и очень своенравна изначально, она дерзила даже собственному отцу, которого боялись в принципе все. Вообще, Август говорил, что у меня вот две головные боли, две своенравные дочери, одна дочь называется римский народ, а вторая Юлия. Вот с самого детства Август смотрел на свою единственную дочь, как на способ утвердить династию, а для этого ему, естественно, нужен был зять, и для этого ему, естественно, нужно было потомство. И он, начиная с двухлетнего возраста, уже заключал различные помолвки с тем, чтобы в дальнейшем обеспечить вот эту линию престола наследия. И в два года Юлия уже была помолвлена сыном Марка Антония, между прочим, десятилетним. Но потом с Марком Антонием Август поругался, вот будущий Октавиан Август. В результате Марк Антоний покончил с собой, ну а подросшего этого самого сына по приказу Августа обезглавили на всякий случай. Значит, потом не очень сложилось еще с двумя претендентами и в конце концов все-таки замуж выдали. За достаточно молодого Клавдия Марцелла, где-то ей было 13, ему 16, это племянник Августа, сын его сестры. Вот Октавий, которая первым браком была за Марком Антонием, ну а после его смерти он ее выдал замуж за аистократа Марцелла. Вот родившийся ребенок от этого брака, в общем-то подросший, осматривался его племянник Августом как наследник, но этот брак продержался всего два года, и после чего не имевший крепкого здоровья Марцелл умер, хотя некоторые считают, что умер он не своей смертью, а ему помогла жена Августа, его третья супруга Ливия, у которой от первого брака имелось двое детей, и которая таким образом расчищала путь своим детям, она очень хотела, чтобы Август назначил наследниками имена их, в первую очередь старшего сына Тиберия, и вот Август, которого совершенно Тиберий не устраивал, и интереса никакого у него не вызывал, поняв, что из Марцелла никак не получилось очередного наследника престола, и детей у них не было с Юлией, именно тогда-то и задумывает вот эту комбинацию более преданного человека, чем Агриппа, у него нет, и он приказывает Агриппе жениться на Юлии. Ну, в общем-то, молодых никто не спрашивает, как молодых. У Агриппы это третий брак, у него уже имеется двое детей от первого брака, от первых двух браков, ему уже немало сравнительно лет, невеста моложе его на 25 лет. Необходимо отметить, что все античные авторы хором утверждают, что а. никакой любви там не было, б. Юлия ему постоянно изменяла, причем на Юлию там ужасные совершенно, нехорошие вещи говорят, вот в частности там, что она в Оргиях участвовала, у растральных колонн, бедноте всякое отдавалось, совсем, так сказать, аристократами переспала, потом перешла к Затиберию, за Тибром жила беднота, и масса, масса, особенно вот Макробий старается, масса, масса нехороших вещей про нее рассказывается. И что вот Агриппа все это терпел, только потому, что, во-первых, не хотела расстраивать Августа, любящего очень свою дочь, во-вторых, брак был чисто династическим. Вы знаете, все бы ничего, если бы не одно интересное обстоятельство. Юлия почти всегда сопровождала Агриппу. Она, как любая порядочная жена, ездила за ним, пока, так сказать, брак существовал, и она родила ему пятерых детей, среди которых и была героиня нашего рассказа Агриппина старше. У нее было три сына от Агриппы и две дочери. Этот момент несколько по-другому заставляет смотреть на образ Юлии. Все-таки, чтобы не писали античные авторы, видимо, действительно, она была женщиной характерной, своенравной, она все-таки, по крайней мере, для Агриппы до самой его смерти была в определенной степени образцовая женой. Она родила ему много детей, она следовала за ним, в общем-то, по различным частям империи, в том числе, когда, в частности, Агриппа руководил восточными провинциями. После смерти Агриппы Юлия, ну, совсем, по сути дела, пошла в разнос, и в конечном итоге, неизвестно, то ли по наветам, то ли действительно, Август был бы очень сильно возмущен этим обстоятельством, но, так или иначе, он ее сослал на остров Пантерию, очень маленький такой, небольшой по размеру, категорически запретил ей там как-то помогать, она очень там голодала, сам Август вообще был крайне возмущен ее поведением настолько, что постоянно говорил, что лучше бы ему никогда не жениться и провести свою жизнь бездетным, потому что на самом деле это большой позор для него. По смерти Августа, а, кстати, Август еще попытался после смерти Агриппы решить вопрос с наследником, и, наконец, вынужден был согласиться на предложение своей жены усыновить ее старшего сына Тиберия и назначить его законным наследником, долго достаточно Август этому сопротивлялся, потому что на самом деле он хотел наследниками назначить детей Агриппы и своей дочери Юлии, благо там было три мальчика, но при достаточно загадочных обстоятельствах совсем молоденькими умирают сначала два сына, а потом как-то странно погибает и третий, в дальнейшем античные источники стали винить в этом Ливию, жену Августа, таким образом расчищавшую дорогу своим детям, но так или иначе выбора уже у Августа как такового не было, и он назначает наследником Тиберия для того, чтобы узаконить эту ситуацию, разводит Тиберия с горячо любимой женой, которую он действительно по-настоящему любил, и практически насильно женит его на Юлии. Самое, что интересное, что та жена, которую любил Тиберий по-настоящему, это дочь Агриппы от предыдущего брака, то есть фактически это падчерица Юлии, вот так, если условно говорить. Ну, молодые друг друга терпеть не могли, хотя есть античная традиция, что Юлия вроде как даже любила Тиберия, потом его возненавидела, но саму Юлию Тиберий никогда не любил. И как только Август умер, естественно, Тиберий с большим удовольствием ужесточил положение своей супруги, а надо сказать, что в изгнание Август отправил Юлию еще при жизни, она сначала добилась развода с Тиберием и раздельной жизни, ну, а потом, как говорят, пустилась во все тяжкие, ну, и вот в результате оказалась в конечном итоге в ссылке. И когда Тиберий ступил на престол, он, конечно, сделал все, чтобы Юлия и это мнение большинства исследователей умерла вот там с голоду. Вот, собственно говоря, это та ситуация, которая была связана с родителями нашей героини Агриппиной старшей. Как видите, личности нестандартные. Кстати, вот, когда начинаешь сказывать про ее мать Юлию, а про нее еще много чего можно рассказать интересного, в частности, среди возлюбленных был Овидий, знаменитый поэт, он с ослом был из-за нее, вот ее становится немножко жалко, потому что с самого детства девочка была заложницей всевозможных экспериментов своего родителя, экспериментов воспитательных, экспериментов династических и личность самой Юлии, ну, не учитывалась никак. И в конце концов, в общем-то, вот так жизнь ее грустно закончилась. Что касается Агриппины старшей, мы не очень знаем о ее жизни в детстве. мы не знаем, кто ее на самом деле воспитывал, воспитывала ли мама, мы не знаем, как у нее складывались отношения с отцом, мы ничего не знаем, кроме того, что в дальнейшем выяснилось, что она унаследовала довольно много черт от своего отца и как ни парадоксально неукротимый нрав своей матери, только без того, что римляне называли распутцами. Агриппина старшая довольно поздно появляется на страницах античных источников. По сути дела, первое ее появление связано с 18-летним возрастом. Она выходит замуж за Германика, которому исполняется 20 лет. То есть, это брак практически ровесников. Германик личность тоже выдающаяся. Прозвище Германик он наследовал своего отца, от своего отца, а отцом его был младший брат Тиберия, сын жены Августа Ливии от первого брака. Талантливый полководец, умерший, к сожалению, сравнительно молодым, достигнув возраста около 30 лет. Мамой его была очень яркая и знаменитая личность, пожалуй, самая красивая женщина Рима считают, что изображение Юноны это и есть изображение его матери Антония младшая. Антония младшая это дочь Марка Антония и сестры Октавиана Августа Октарии. То есть, вот видите, как все близко переплетено. Кстати, в отличие от всех других героинь, умерших сравнительно или погибших сравнительно в молодом возрасте, но вот та же Юлия умерла где-то от истощения в возрасте от 44 до 46 лет вот примерно и все остальные героини у нас тоже практически почти никто не дожил до 50, о которых мы будем упоминать. Вот Антония мать Германика является в этом плане исключением. она пожила достаточно хорошо и умерла уже после 70 где-то в 73 или в 74 года. Вот была обожествлена после смерти, ей были возданы всякие потрясающие совершенно почести, хотя умерла возможно даже не своей смертью, а с помощью своего внука коллегу, вот, которому в конце концов надоела бабушка со своим сложным и вредным характером. Вот Антония была женщиной очень жесткой, несмотря на свою красоту, вот, очень властной, ну и соответствующим образом в уважении и покорности воспитывала своих сыновей. Кстати, когда дочь посмела выступить против нее и организовать заговор с целью свержения Тиберия, которому Антония, в общем-то, покровительствовала и к которому очень хорошо относилась, она заперла свою дочь, но Тиберия не стал наказывать, он других заговорщиков казнил, а Левилу, вот эту самую дочку, не стал наказывать, он ее отправил к матери. Так она согласно античным автором заперла ее в комнате и уморила голодом, никуда не выпуская свою родную дочь. В общем-то, относилась она к детям достаточно строго и жестко, при этом иногда даже излишне жестко, если вот на сына Германика она возлагала всякие надежды и считала, что он необыкновенно удался, то что касается младшего сына, Клавдия, она считала его абсолютным дураком и бездой. Она говорила, что я начала создавать из него человека, но не завершила. А когда ей надо было оскорбить кого-то или объяснить, что у него плохие умственные способности, она говорила, он еще глупее, чем мой Клавдий. Самое поразительное, что в дальнейшем именно из этого глупого человека выйдет один из самых приличных и высококачественных римских императоров, пожалуй, одно из самых главных достойных украшений династии Юлия в Клавдии, он окажется на престоле. А вот жизнь германика сложится достаточно трагично. Первоначально никакой трагедии не было. Более того, молодой германик проявил себя необыкновенно хорошо, ну, это племянник Тиберия, Тиберий наследник престола у Августа, и уже в первых столкновениях на Дунае, а начиная с 7-го примерно года нашей эры, он начал активно участвовать в военных действиях, показал себя как очень талантливый полководец и любимец легионов. Грепина старшая тут же поехала за германиком на место службы. И сначала была на Дунае, потом в Галлии, а потом в Германии. Все ее дети практически, а она родила Германику 9 детей. Родились в походах и в тех или иных, так сказать, территориях Галлии, Германии достаточно часто, Рейнских землях. Вот правда из этих детей 3 сына умерло во младенчестве и в юном возрасте, совсем 2 во младенчестве и 1 в раннем детстве. 3 сына осталось в живых и 3 дочери. Вот, собственно говоря, первый долг, долг многодетной матери и вызывающий уважение своей плодовитостью Агриппина старшая уже тогда выполнила. Но это было еще не все. Тацит с огромным восхищением, уважением и некоторым удивлением описывает два эпизода, связанные с военными кампаниями Германика. Вообще, надо сказать, что когда Германика, а он полностью отработал, так сказать, свое вот это прозвище, потому что действительно одержал ряд в дальнейшем блистательных побед над германскими племенами, и особенно в этом плане его конфликты с племенем Херусков очень значимы, потому что это самое племя Херусков в девятом году нашей эры под руководством своего вождя Армения разгромило римские легионы под командованием полководца Квинтилия Вара в Тевтобурском лесу. Это было потрясающее поражение римлян, причем вызвавшее шок во всей Римской империи, это когда Август, согласно античным авторам, чуть ли не бился головой и кричал «Вара, дай мои легионы», и вообще это своего рода развеяло миф о непобедимости римского оружия. И, конечно, германцы становились с этого момента невероятно опасными противниками, и римляне их стали бояться, и германик прибыл именно на это место, вот он в 11-м году туда приезжает, по сути дела, когда еще живы все эти воспоминания, когда германцы чувствуют себя победителями, и он переламывает ситуацию не сразу. У него возникло довольно большое количество в этом вопросе проблем, конфликтов с тем же Армением, но он правда умудрился переманить на свою сторону еще одного претендента на вождя хирусков и крупного аристократического лидера Сегеста, и он помогал ему бороться так или иначе с Арменией. Так вот, успехи военной кампании, они у него перемежались иногда с отступлениями, но тем не менее успехи военной кампании германика были прерваны смертью Августа в 2014 году. И известие о смерти Октавиана Августа привело к очень неприятным последствиям для германика. римские рейнские легионы, те, которые располагались на рейне и воевали с германцами, взбунтовались. Причем бунт был страшный. Тацет описывает очень серьезные выступления солдат. В принципе, солдаты были, конечно, правы. Они очень устали на этом направлении. Они очень надеялись на перемены. Ветераны хотели, чтобы их домой отпустили. Опытные солдаты. Очень тяжелое направление. Холодно. Германцы очень жесткие противники. И вообще это страшно было. Молодежь готова была воевать, но не за такие деньги. Войско полностью вышло из повиновения. Германик был любимым солдатами человеком достаточно. Все отмечали его скромность, его непритязательность. Он всегда очень простой в солдатской одежде ходил. Он более-менее так внимательно солдат слушал. Но даже он в данном случае не мог ничего поделать по той простой причине, что солдаты в числе своих требований выдвигали требования, чтобы германик согласился стать императором. то есть чтобы повел легионы на Рим и выступил против своего дяди Тиберия, который был официальным наследником. Но и заодно решил все их проблемы. Там целый набор требований, которые они выдвигали. Германия категорически отказалась, что естественно обозлило страшно и возмутило солдат и фактически создало угрозу самой жизни уже германика. Он уже даже не знал, что делать. Даже ходили определенные слухи, что он там ряд античных авторов пишет, в частности тот же Опиан, что он даже пытался подделать письмо Тиберии, что Тиберий прислал ему, чтобы успокоить солдат письмо, в котором писал, что выполнит все солдатские требования. Ну в общем-то бунт неожиданно стал стихать по совершенно удивительной причине. Вот Тацет об этой причине говорит, и его она совершенно искренне удивляет. Поняв, что ситуация ну катастрофическая и солдаты в гневе могут расправиться даже со своим бывшим любимцем, ну в принципе уже терять-то им особо нечего, ближайшее окружение германика стало уговаривать его, ну если он не дорожит собственной жизнью, пусть хотя бы отправит под защиту союзных галлов, союзных племен галлов, свою жену и маленького сына, который с ней по малолетству находился в лагере. Этим маленьким сыном, кстати, был будущий император Каллигула, которого солдаты очень любили, ему было где-то в районе шести лет, его очень сильно баловали и даже пошили ему солдатскую форму и особенно умилялись тем, что он обожает сапожки, которые именовали, солдатские сапожки именовались Каллиги, откуда собственно в дальнейшем его и прозвище Каллигула. И когда Агриппина, которая отказывалась покидать мужа, все-таки на это согласилась, она вышла к воинам. Она вышла к воинам со слезами на глазах. Она сказала, что солдаты виноваты в том, что она перестает выполнять свой долг жены, она разлучается с мужем, она вынуждена нарушить свой долг жены, которая везде должна следовать за мужем. И она с огромной горестью это делает. И Тацет удивленно пишет, произошло необъяснимое, солдаты устыдились. Авторитет Матроны Агриппины старшая к тому моменту, видимо, она его приобрела, ее добродетель, ее высоконравственная жизнь и главное, что еще остатки вот этого воспитания, глубокого уважения к женщине, а римские женщины, согласно тому же Тацету, могли войну прекратить, встав между воюющими сторонами, никто бы не посмел их тронуть. Ну, вот это удивительный момент, солдаты действительно этого устыдились. и бунт начал стихать. Более того, солдаты пришли к германику и сказали, что они не хотят, чтобы Агриппина старшая вместе с сыном уезжали. И они готовы покориться, они готовы покориться в случае, если они останутся. Но германик сказал, что жену он все равно отошлет, а вот сына оставит здесь. И Агриппина была все-таки вынуждена уехать, но перелом она обеспечила. И далее интересный момент. Вот этот выход очень трудно комментировать, потому что мы не очень понимаем, что там происходит. Мы можем следовать только за Тацетом и за Пианом, которые прописывают следующее, что вот после вот этого выступления Агриппины старшей солдаты приходят к германику и говорят о том, что они даже согласны, они даже согласны выдать зачинщиков бунта. А германик отвечает, а вы сами их накажите. Я в это вмешиваться не буду. Вы сами должны их наказать. И солдаты вяжут зачинщиков бунта, и более того, выставляют каждого связанного перед войском, и если никто за него не заступается, тут же отсекают ему голову. Вот такой вот интересный момент. И вот полководец, казалось бы, вот только в стороне стоит и наблюдает за такой вот расправой, чем-то напоминающей децимации. Насколько это соответствовало истине, сказать достаточно трудно. Было ли это прямым указанием Германика или его легата, вот, ценция, ну, трудно сказать. Равно как и почему так резко солдаты передумали бунтовать и начали выдавать зачинщиков. но вот этот момент мы четко запомним. Все изменение поведения солдат началось с речи о Греппине старшей. Она не только не побоялась перед ними выступить, она их переломила, по сути дела, их настроение. И второй поразительный эпизод тоже связан с Греппиной. К тому моменту Греппина уже от Галлов переехала в Зарейнские территории, куда были отправлены часть войск. И необходимо отметить, что дальше ситуация развивалась следующим образом. Войска германика столкнулись с Арменией, который, кстати, был страшно зол и раздражен, потому что с помощью Сигеста удалось нанести ему поражение и более того, захватить в плен его жену, кстати, дочь этого самого Сигеста, который стоял на стороне римлян. И вождь Херусков, конечно же, собрав еще вокруг себя коалицию с другими из других племен, был крайне этим воздраженный, предлагал повторить Тевтобурский лес, и надо сказать, что даже частично ему это удалось. Во всяком случае, Германия не смог первоначально разбить Армения, и вынужден был отступить. Отступал он тремя линиями, разделив войско на три части, и вот самая сложная дорога, через болото, через лес, с кучей всяких проблем, досталась легату лицензию, который вел уже измученные войска, преследуемые постоянно германцами, с кучей невероятных проблем, и в конце концов он все-таки их вывел на берег Рейна, и солдаты, одновременно отстреливаясь от германцев, начали строить мост, наводить мост, чтобы переправиться на правый берег Рейна. Но на правом берегу Рейна царила дикая паника. Там почему-то посчитали, что римляне уже проиграли германцам, и что на самом деле то, что творится на левом берегу Рейна, это то, что германцы добивают римлян, и сейчас по наведенному римлянами же мосту, вслед за остатками римлян, которые бегут от германцев, сюда ворвутся германцы и всех перережут. И жители зарейнских городов, те же самые римляне и римские союзники, столпившись на берегу, начали мешать римским воинам, начали, по сути дела, пытаться уничтожить мост с тем, чтобы их не пропустить, фактически ставя их в отчаянное положение. И вот тут снова на страницах античных авторов появляется Агриппина старшая, которая вместе с рейнскими жителями и с небольшим количеством войска, которое там было за рейнскими жителями, пришла также на берег. И она, раздвинув всех остальных, да, они расступались, это все-таки жена германика, вступает на этот мост, она заходит на мост, который пытается разрушить, который уже почти достроили. И стоит на нем, и более того, она призывает римские войска идти по этому мосту с другого берега. И они проходят, и она каждого из них приветствует, и каждому протягивает либо одежду, либо перевязку для ран. Сзади нее стоит служанка с большим коробом. И толпа на берегу Рейна, только что пытающаяся уничтожить опоры, опять как по волшебству затихает. Никто не смеет возразить о грепине старшей, никто не смеет столкнуть ее с моста, оттолкнуть. Она стоит на мосту вплоть до того момента, пока не проходят последние римские солдаты. Только после этого она сходит, и римляне обрушивают мост, чтобы германцы по нему не прошли. Вот это удивительный второй момент. То есть какую силу воли проявляет эта женщина, и какую уверенность в себе. Третье появление Грепины старшей связано уже с очень трагическим событием. Слава германика, который в конце концов после всех этих событий сумел разбить Армения, правда не до конца, была невероятно огромной. Как считают этой славе позавидовал Тиберий, который пригласил, не дал германику возможность окончательно завершить разгром германцев, заставил его вернуться в Рим, и там отпраздновал, это был действительно грандиозный момент, отпраздновали триумф победы над германцами, а затем, как считает большинство античных авторов, и как злобно про это пишет Тацет, сослал его фактически в почетную ссылку, назначив наместником восточных провинций, куда, кстати, германик совершенно не рвался, он очень хотел завершить вот здесь вот все дела, тем не менее его отправили разбирать там всевозможные проблемы, где он тут же попал, жена, естественно, поехала за ним вот на восток, где тут же он попал под присмотр, и античные авторы в нем видят откровенного доносчика, который следил за каждым шагом германика и пытался найти на него компромат с тем, чтобы как-то снизить славу такого своеобразного народного героя излишне популярного Тиберии, стал опасаться уже популярности своего племянника, этим своеобразным доносчиком стал наместник Сирии Гней Пизон, и германик, приехав на восток, ну, сразу заслужил очень большие симпатии восточной части Римской империи тем, что, во-первых, с глубочайшим уважением относился ко многим художественным ценностям и ценностям искусства и вообще древней красивой истории этого региона, особенно греческой и сирийской, да и египетской, она ему безумно нравилась, но в этом нет ничего удивительного в силу того обстоятельства, что сам германик обладал не только выдающимися способностями Риттера, но и еще и способностями поэт, а считают, что он был очень хороший поэт и писал, так сказать, очень хорошие стихи. В частности, в Афине он поразил всех, он прибыл в простой одежде в сопровождении всего лишь одного охранника, одного единственного. Много чего он сделал для достаточно сильно пострадавших от голода египтян по приезду в Египет, куда, кстати, формально он не имел право приезжать, хотя и был наместник, потому что существовало предписание Октавиана Августа, которое было не отменено, согласно которому любой государственный чин, любой чиновник мог посетить Египет только с разрешения принципса. Ну, а поскольку Тиберия теперь был принципсом, он должен был дать разрешение, тем не менее, этого разрешения, естественно, считая себя наместником всего Востока, не стал спрашивать германик и поехал в Египет. В Египет он поехал по существенной причине, в Египте несколько лет был неурожай. И обычно плодородный Египет попал в чрезвычайно тяжелую ситуацию, очень мало было зерна, по спекулятивным ценам продавали, а большое количество населения голодало, и своим приказом германик открывает зернохранилище государственное и выбрасывает по сути дела на рынок вот этот хлеб, причем таким образом осуществляет демпинг и резко-резко снижает цены. За что ему, как вы понимаете, население было чрезвычайно благодарно, а Гней Пизон тут же накатал донос. Популярность германика взлетела до небес, Тиберий выразил свое неудовольствие, ну, а дальше произошло что-то непонятное, вот в связи с этим снова и возникает Агриппина старшая, так как достаточно крепкий, красивый, ловкий и сильный германик вдруг неожиданно заболевает, и там же на Востоке в возрасте 31 года умирает. Причем ходили достаточно активные слухи, что умер он после обеда у Гней Пизона и его супруги, а в отравлении обвиняли, собственно говоря, в том, что она отравила Германика супругу Гней Пизона. Вот эти слухи ходили достаточно активные. Агриппина старшая вернулась вместе с прахом мужа и с детьми в Италию. Ее возвращение показало, что Германика действительно любила и ее необыкновенно уважали. Тело Германика сожгли, поместили в урну с прахом, Агриппина взяла эту урну в руки. На корабле она приехала в Брундизию. Приезд корабля встречала огромная толпа, просто огромная. Никто не ожидал, что на пирсе берется столько людей. А дальше Тацет описывает почти по-театральному, почти как в высокой трагедии Эсхила или Еврипида, то, что происходит дальше. Агриппина старшая вступает с корабля на землю и Брундизия, держа в руках, за ней идут ее маленькие дети, держа в руках урну с прахом своего супруга, повисает гробовое молчание. Вот Тацет пишет, что там собралось несколько десятков тысяч человек. И в этом гробовом молчании Агриппина старшая обратилась к народу, сказав, что она принесла прах героя на его родину. И тогда все опустились на колени и народ заплакал. И всю дорогу от Брундизия до Рима вдоль дорог стояли люди в траурных одеждах с плачем, посыпая головы пеплом. И даже города, которые находились в достаточно отдалении от дороги из Брундизия, высылали своих делегатов. Похороны, которые устроили германику, были невероятно грандиозными. Просто грандиозными. Его похоронили в Мавзолее Августа и сопровождала его невероятно огромная толпа. Было ощущение, что весь Рим вышел на улицы. И только в этой толпе не было трех человек. Не было Тиберия, не было его матери Ливии, которая была бабушкой германика. И не было матери германика. Они не пришли на похорон. Все остальные на этих похоронах были. Первое, что сделала Агриппина старшая после похорон, она обратилась к народу с речью практически впрямую, обвинив гнея Пизона и его супругу в отравлении своего мужа и потребовав сенатского расследования. Тиберию было некуда деваться. Он вызвал гнея Пизона вместе с женой и велел дать показания перед сенатом. Первые слушания обернулись совершенно удивительным образом. Гней Пизон сказал, что он не виноват в смерти германика, а виноват Тиберии. И сказал, что он представит этому доказательство. Соседание прервали, тем более председатель стал Тиберии. сказали, что доказательства надо подготовить на следующий день слушания возобновляться. На следующий день в сенат пришли слуги Пизона и сказали, что он покончил с собой. После чего, как вы понимаете, Агриппина, старшая, на 100% уверилась, что если исполнителем возможно был Пизон, то заказчиком убийства был Тиберий. Необходимо отметить, что популярность ее как вдовы Германика была очень большой. И очень большой была популярность ее детей. Именно это обстоятельство вызывало очень сильное раздражение Тиберия и его фаворита Сияна. Более того, античные авторы говорят о том, что детей неоднократно пытались отравить, что Агриппина старшая была вынуждена фактически их изолировать от общества и прекрасно понимала, что она одна не в состоянии их защитить. Она попыталась воспользоваться римским законом. По римскому закону вдова не только имела право, а вообще должна была найти себе мужа, если у нее на руках были еще малолетние дети. Ну, с тем, чтобы, собственно говоря, у этих детей был защитник и так далее. И она обратилась к Тиберию, именно апеллируя к этому закону со словами, что она хочет найти себе мужа. И Тиберия запретила выходить замуж. После чего следует странный совершенно такой вот пассаж практически у всех античных авторов. Все античные авторы пишут, что Тиберий сослал Агриппину старшую на тот же самый остров Пандетерия, куда была сослана в свое время ее мать Юлия старшая. За что сослала? Античные авторы не уточняют. Никто толком не понимает, какая у нее была вина, но может быть завесу приоткрывает та сплетня, которую попытался пустить Тиберий после смерти Агриппины старшей. Он сказал, что она покончила с собой из-за смерти любовника, что у нее был любовник и вот он умер и она этого не пережила, покончила с собой. Ну, обвинение было настолько надуманным, что практически мало кто в него поверил, но факт остается фактом. На этом острове, на который ее сослали вместе с детьми, причем отправили туда двух сыновей старших, в конечном итоге один был убит, второго заставили покончить с собой, остался только третий, самый младший, тот самый, который станет Калиговой, дочек отдали на воспитание. Ливии потом позже их еще там передадут всяким разным товарищам, но так для начала отдали на воспитание Ливии, они мать не сопровождали. На острове с ней обращались очень плохо, Агриппина была женщиной жесткой, достаточно властной, видимо, вызвала гнев и раздражение охраны, но вот неизвестно откуда, но античные авторы даже дают, неизвестно откуда они ее узнали, такую вот ужасную подробность, что возмущенный ее, так сказать, гордым поведением Центурион не только ее ударил, но даже выбил ей глаз. Именно на этом острове скорее всего от голода в возрасте 44 лет в 33 году или 43 или 46 в 33 году Агриппина старшая умерла еще в период правления Тиберия. Вот такой был конец идеальной иринской женщины с очень серьезным характером, волевым, но полностью эту волю проявлявшая только в интересах своего супруга. Она, по сути дела, и при его жизни, и после его смерти жила только ради германика и только интересами германика. Совсем другой тип представляла ее дочь. Агриппина младшая. Детство Агриппины было абсолютно не сладким, как и детство ее сестер. Родилась она, кстати, в германских землях. И в дальнейшем место своего рождения она очень интересно отметит. Там рядышком будет основана колония, которая будет названа в честь нее, колония Агриппина. А в дальнейшем именно на этом месте появится город Кельн. С самого детства Агриппина проявляла достаточно яркий и, возможно, даже вредный характер. Откуда мы это знаем? Значит, впервые античные авторы начинают рассказывать для нас биографию Агриппины младшей с возраста достаточно раннего, с 13 лет. В 13 лет Агриппину младшую выдают замуж за гнея Домиция Агинобарба, знатного римлянина аристократа, консула, который был старше ее на 30 лет. Гнея Домиция Агинобарб был муж еще тот. Обладал он очень вредным характером, необыкновенно вредным. Славился тем, что слов не держал. в пылу спора был невероятно яростен. И, в частности, одному, так сказать, с кем он спорил, цаднику выбил глаз. Вот, другого убил вольноотпущенника просто так. Вообще человек был крайне не сдержанный. Вдобавок многие считали, что не чистый на руку. Вот такое сокровище досталось Агриппине. Надо сказать, что сама Агриппина у Домиция Геннабарба больших чувств не вызвала в том плане, что он охарактеризовал ее как чрезвычайно вредное создание. Когда она от него забеременела и ему радостно об этом сообщили и сказали, что у них надеются, что у них родится сын и поздравили с беременностью и будущим рождением ребенка, Агеннабар среагировал очень странно. Сын, ребенок, у нас с Агриппиной может родиться только чудовище. характер своей жены он оценивал не очень в этом плане хорошо. Возможно, это было связано с тем, что после смерти Тиберия на престол вступил брат Агриппины Каллигула. Каллигула, кстати, очень хорошо относился к своим сестрам. Всех трех сестер он повелел именовать Августами и, более того, предоставил им кучу разнообразных привилегий, в частности, они там могли занимать места весталок на гладиаторских состязаниях, в частности, сенат должен был все приветствия и все официальные приветственные адресы формулировать следующим образом во имя императора и его сестер. Ну, и вообще как бы они заняли привилегированное положение. Светоний, который очень любит разнообразные сплетни, и вообще вот надо сказать, что труд Светония, в отличие от труда Тацета, который тоже достаточно субъективен, но он субъективен, потому что Тацет очень не любит Римскую империю, ему очень не нравится вся ситуация, которая происходит в Римской империи, он считает идеальной республику, и он как бы переносит наиболее хорошие воспоминания, времена и вообще так или иначе обычаи и традиции для него вот республиканский период Рима это настоящий период, это настоящее величие Рима, ну, и он сравнивает его с современной ему империей и находит, конечно, здесь очень много недостатков, то Свитоний в отличие от Тацета в определенной степени идейно убежденного и имевшего какую-то вот такую систему ценностей в большей степени создавал вот свою жизнь 12-ти цезарей как заказной труд. Будучи секретарем императора Адриана, представителя последующей династии, третьей по счету династии, так называемой династии Антонинов, причем в отличие от двух предшествующих династий, это династия не римлян, а провинциалов, и династия, не связанная с аристократическим происхождением, он выполнял задачу, которую перед ним поставил его, так сказать, работодатель, император Адриан. Ему надо было возвысить династию Антонинов, показать, что в отличие от всех предшествующих династий римской аристократии, римлян, эта династия намного нравственнее, намного выше, намного лучше. Им допущенный в архивы святоний собрал все-все-все грязное белье, которое только мог собрать проимских императоров, неизвестно, сколько сам просочинил, но так или иначе написал жизнь 12-ти цезарей, где в общем-то очень много негативного, особенно по части личной жизни, рассказал практически про каждого представителя династии Юлиев-Клавдиев, и особенно сурово и круто досталось, конечно, Каллигуле. Вот по многим, по многим, по многим параметрам. Так вот, святоний, естественно, сведения, которые проверить практически невозможно, пишет о том, что вот такая любовь Каллигулы к сестрам была связана отнюдь не с чувством родственной близости, а тем, что все три сестры были его любовницами. И Агриппина младшая, и Юлия Левила, и особенно он любил Юлию Друзилу. Все они были замужем, всех их повыдали замуж, мужья, так сказать, этому делу никак не препятствовали, и вообще это вот такой был большой между собойчик, который продолжался, правда, сравнительно недолго. стоит отметить то обстоятельство, что и сам-то Каллигула у власти пробыл-то всего четыре года. Но вот уже по истечению первого года пребывания у власти случилось несчастье, умерла от какой-то болезни его самая любимая сестер Юлия Друзила. это было огромным потрясением для Каллигулы, просто огромным. Он там ее и обожествил, и всякие там необыкновенные почести заставился над ей воздавать, и объявил ее божественным воплощением Венеры, и массу всего другого, но самое главное, что смерть Друзилы почему-то резко изменила его отношение к сестрам, оставшимся в живых, и он их просто видеть уже не захотел. и более того, обозлился на них настолько, что без особой видимой причины приказал их сослать на маленький остров, причем не оказывать никакой помощи, заявил, что они пускай как беднячки добывают себе пропитание любым способом, хоть продавая себя. Но продавать себя они не стали, согласно античным авторам, а приспособились к очень интересному промыслу. Выяснилось, что на этом острове значительная часть жителей зарабатывает тем, что ныряет на дно морское и добывает губки, которые были достаточно в цене, и потом, так сказать, их сушат и продают. И вот они к этому промыслу присоединились. Кстати, в дальнейшем вот этот опыт ныряльщицы профессиональный спас Альгарпини младшей жизни, как ни парадоксально. Вот она очень хорошо плавала и прекрасно ныряла. Подобная ситуация продолжалась до смерти Каллигулы, вернее, до убийства Каллигулы, который был убит в результате заговора после четырех лет правления, причем там очень жестоко расправились не только с ним, но даже с его женой и даже маленькой двухлетней дочерью, которую, согласно античным авторам, убили, ознажив голову Остенку. Но, в общем-то, в результате Сенат попытался восстановить республику, но армия хотела монархию. Править, казалось бы, было некому, и тут все вспомнили про семейного дурачка, младшего брата Германика, вот который, то есть дядю Каллигулы, который, в отличие от всех остальных родственников династии Юлиев Клавдиев, мужского пола, которых сначала Каллигула планомерно уничтожал, остался в живых именно потому, что считался семейным дураком. Над ним потешались, издевались, и править он совершенно не хотел. На престол его посадили практически насильно, и он оказался очень хорошим правителем. Вообще, Клавдий был прекрасный правитель. Он умудрился и взять под контроль Сенат, он умудрился начать создавать, что до этого не делали, параллельную фактически структуру, имперскую бюрократию, которая оттягивала на себя функции Сената и магистратов и фактически становилась самостоятельным органом исполнительной власти. Он оказался в дальнейшем даже неплохим полководцем. Мнение античных авторов о Клавдии как о человеке умственно отсталом, но совершенно никак не монтируется с его реальными делами. Слабость у него, пожалуй, была одна, а только женщины. Причем ему нравились молодые женщины, ему нравились женщины смелые, независимые и распутные. Он подпадал под их влияние, и надо сказать, что в семейной жизни у него были действительно серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы, когда он пришел к власти, ему стало доставлять его тогдашняя супруга Миссалина, имя которой в конечном итоге стало своеобразным синонимом римского разврата и которая даже умудрилась официально выйти замуж при живом там муже Клавдии. Ну, правда, Клавдия родила двоих детей, мальчика и девочку Британика и Октавию. Ну, некоторые говорят, даже троих вроде, там две дочери было, но точно известно про Октавию. Ну, вот Клавдий, когда вступил на престол, он вспомнил о своих племянницах, которые, с его точки зрения, были совершенно несправедливо отправлены Каллигулой в ссылку и там вели очень тяжелую жизнь. В результате он приказал их вернуть. Ну, муж Юлии Левиллы был жив, она вернулась к мужу. Домицы Агенобар довольно быстро умер. После того, как его жену отправили в ссылку, умер он вроде как от водянки, умер уже в достаточно почтенном возрасте. Ну, при нем остался вот юный сын, которого тоже назвали Агенобар в честь папы, но позже он станет усыновленный императором Клавдием, Тиберием, Клавдием, Нероном, Германией. Агриппине младшей, по сути дела, возвращаться было некуда. Да, она и не рвалась, даже если бы муж был живой, у них были очень сложные отношения, и уж чем-чем жить интересами своего мужа она не собиралась. И тут дядя Клавдий ей помог. Он ей обеспечил мужа. Муж довольно интересно получился. И вот это первый момент, когда мы понимаем, что Агриппина младшая, ну, ни разу не Агриппина старшая, хотя, казалось бы, до этого, ну, кроме сплетни о том, что она жила со своим братом, никаких таких вот оснований так нехорошо о ней говорить у нас нет. И отзыва мужа насчет чудовище. Дело в том, что после смерти Домицы и Агинобарба их совместный ребенок с Агинобарбом и ребенок Агриппины младшей и Агинобарба, которого в будущем будут звать Нерон, был передан на воспитание своей тете, то есть родной сестре Домицы и Агинобарба. Вот эта самая тетя, которую звали Домицы и Липида, была замужем за очень-очень богатым человеком. Ну так он больше ничем не прославился, кроме денег у него ничего не было такого, но денег было очень много. Так вот, вернувшись из ссылки, быстренько, Агриппина, младшая, осознав ситуацию, решила поправить финансовые дела. Тем более надо было поправлять, потому что Калегула не только сослал сестернычу и все, что им подарил, забрал назад и все, что им принадлежало, по наследству забрал себе. И Агриппина на правах племянницы обратилась к Клавдию с большой просьбой, сказав, что она влюбилась в сил нет как и вот ничего в жизни не хочет, как только выйти за него замуж. И умоляет дядю помочь ей в этой ситуации. Дядя, надо сказать, недолго думая, заставил, приказал Домице и Липиде развестись, а далее повелел ему жениться на Агриппине младшей. То, что этот брак и это античные авторы не скрывают, был исключительно выгодным для Агриппины младшей предприятия, и то, что там никакой, конечно, той бешеной любви, про которую она говорила, не было, показывает то обстоятельство, что буквально через два года этот сам умер при достаточно непонятных обстоятельствах. Ну, конечно, Домице и Липиде везде говорили, что его отравили, но доказать было практически невозможно, а все его огромное имущество унаследовало его вдова и пасынок. Таким образом, Агриппина младшая стала вдовой и очень богатой женщиной. В дальнейшем, кстати, она еще и способствует тому, что Домице и Липиду ложно обвинят, не понять в чем, и отправят в ссылку, а вот где она и умрет, чтобы не мешалась. Но что касается самой Агриппины, то вот здесь проявляется новая черта. Она оказывается невероятно честолюбивой женщиной и очень быстро пытается ну, в общем-то, даже не сказать, что она строит какие-то потрясающие интриги, вот ей само это все в руки идет. Но она очень умело этим пользуется. И вот интересны качества Агриппины. Вот меньше всего она думает о муже, о сыне она думает, но в очень интересном ключе. Ее не очень волнует воспитание сына правильно. Она хочет власти для себя и для сына. Существует даже легенда, согласно на которой она приходила к Оракулу. И когда Оракул сказал, что скорее всего у тебя родится сын, и этот сын будет царствовать, но если он станет царем, он тебя убьет. И Агриппина на это ответила, пусть убивает, лишь бы царствовал. Впервые, пожалуй, в описании римских авторов, ну, может быть, в определенной степени и тем отличалась Левия жена Августа, но она все равно не действовала так открыто, как Агриппина. Сталкиваемся с женщиной, которая реально претендует на престол, которая никем не прикрывается, которая очень четко осознает себя как политика, как правителя, и, более того, не делает в этом плане ставку на мужчин. Она просто идет по головам. Она обретает власть не с помощью мужчины, а с помощью своих личных действий, не опираясь на мужчину, а по сути дела используя его как оружие, как трамплин, даже не очень как средство, а просто как удобную вещь. И вот впервые она очень четко так поступает с императором Клавдией. В общем-то ей очень повезло первоначально, и она этим везением воспользовалась на все сто. У Клавдии случился серьезнейший конфликт с его супругой Миссалиной, это отдельная тема, отдельный разговор, которая действительно хотела привести к власти своего возлюбленного, в результате даже заключила с ним брачный союз и попыталась свергнуть Клавдия с престола, и если бы неверные Клавдию вольноотпущенники, прежде всего нарциссы Палант, а Клавдий, формируя свою администрацию, сделал ставку на бывших рабов, вольноотпущенников, так называемых либертинов, которых наградил и должностями, и имуществом, и которые противостояли, знаете, и были преданы ему необыкновенной, ну и плюс он еще был неплохой кадровик, очень хорошо в этом плане разбирался, и они оказались людьми чрезвычайно талантливыми в плане административном, так вот именно они очень четко отфиксировали, так сказать, все эти неприятности заговор, и они буквально заставили Клавдии отдать приказ о казни Миссалиной, так Клавдий остался без жены, впал в большую депрессию, вот этот при всех его высоких достоинствах недостаток у него был, он был как ребенок, он не мог без женщины, и тем более вот ему нравились такие женщины властные, которые пытались им как-то командовать, все его окружение прекрасно понимало, что Клавдий должен жениться, при нем должна быть какая-то женщина, и соответственно предлагались различные кандидатуры, но большая часть, в частности тот же нарцисс, сходились на том, что брать надо что-то хорошо проверенное, и предлагали ему жену, которая была до Миссалины, с которой его в свое время Миссалина развела, вот давайте вернемся к ней, все кроме одного из вольноотпущенников Паланта. И вот здесь первый шаг многоходовки своей будущей делает Агриппина. Она становится любовницей Паланта. Она сначала приглашает его в гости, потом завязывает отношения, благо вдова, вот, и Палант начинает активно продвигать ее креатуру. Необходимо отметить, что у Клавдии она большого интереса не вызывает, потом Клавдий вообще сомневается, говорит, что римское общество этого не поймет, в Риме не были приняты браки между дядей и племянницей, это считалось довольно близкой степенью родства, и Клавдий, который лишний раз не хотел, так сказать, ссориться с сенатом и с римским народом, ну, к этой затее отнесся крайне прохладно, но на правах племянницы и при поддержке Паланта Агриппина младшая стала посещать Клавдия в гости, просто как любимая племянница, развлекать его, разговаривать, сочувствовать, проявлять большую заботу и внимание к его детям, Британику и Октавии, и вообще массу-массу всего. Через некоторое время она стала Клавдию просто необходима. Он уже спрашивал, а где Агриппина, а почему, так сказать, ее нет за столом, а почему она не шутит, причем все остальные женщины, которых ему предлагали, существовали, как бы вот в проекции отдельно, а вот это здесь, рядом. и в конце концов Палант поставил перед ним вопрос, ну так если вы и так не можете без Агриппины, давайте-ка она и станет вашей супругой. Ну а вопрос о дяде и племяннице мы как-нибудь утрясем. И, кстати, действительно утрясли. Довольно просто выбив из Сената новый закон, разрешающий брачные отношения дяди и племянницы. Вот после чего Агриппина стала супругой Клавдия и тут же достаточно активно начала пробивать две идеи, которые очень четко показывали, зачем она стала супругой Клавдия. Вот стоит отметить, кстати, одно важное обстоятельство. Все античные авторы отзываются об Агриппине младшей, как о невероятно развратной женщине и распутной, у которой в этом плане не было никаких тормозов, но ни один античный автор, даже ненавидящий ее святоней и очень сильно ее нелюбящий, обвиняющий во всех распутных грехах, в период ее замужества за императором Клавдием не может приписать ей ни одного любовника. Вообще эту женщину, скорее всего, в отличие от Миссалины, мало интересовала личная жизнь, ее больше интересовала личная власть. И вот здесь она действительно себя очень хорошо проявила. Для начала она занялась двумя серьезными проблемами. Первая проблема называлась продвижение ее сына в качестве наследника престола и отстранение от этого самого престола законного наследника, которым был британик. Кстати, в честь завоевания Британии был назван Клавдием сын Миссалины, рожденный в законном браке. И он был помладше, правда, немножко ее сына, но все равно все-таки имел место быть. Юный ребенок, вполне себе здоровый. Как-то надо было это сделать. И эту многоходовку Агриппина младшая решает очень хорошо. Первое, что она делает, она добивается расторжения помолвки дочери Клавдия Октавии с Гаем Силием, которого обвиняют в традиционном грехе, он там со своей сестрой спал. Неизвестно, спал или нет, но помолвку расторгли, Гая Силия заставили покончить с собой. Октавия освободилась. Шаг номер два. Агриппина начинает убеждать Клавдия в том, что идеальной кандидатурой для замужества Октавии, его дочери, является ее сын, потому что в нем кровь Октавиана Августа, в нем кровь Германика и вообще массы-массы всех знаменитых личностей. Поэтому лучшие кандидатуры, несмотря на папу Агена Барба, придумать достаточно трудно. И убеждает, в результате Нерон женится на Октавии, а это, как вы помните, вполне серьезный и важный шаг к престолу. Следующий момент. Гайпина младшая убеждает императора Клавдия в том, что ее сын Нерон очень хорошо относится к Британику. И более того, мальчик, он очень воспитанный, очень умненький. Ну, это было не совсем правда относительно воспитанного, умненького, да. Дело в том, что Домиция Липида, уже неизвестно какими руководствуясь идеями, может быть, просто экономила. В качестве учителей юному тогда Агенобарбу, будущему Нерону, назначила двоих. Один был актер драматический, второй возница. В результате ребенок полюбил бег на колесницах и всевозможные актерствования, которое потом очень четко проявилось и поражало римлян необыкновенно, когда он стал императором. Никакого системного образования он не получил. И, конечно, был, не сказать, чтобы очень воспитан, но крайне не глуп. Кстати, заметив это обстоятельство и особенно склонность к актерству, Агриппина-младшая довольно быстро поняла, что сына можно хорошо научить, и более того, он будет хорошим риттером, он будет привлекать к себе сердца римлян. И она выписывает ему очень своеобразного учителя. Она уговаривает Клавдия вернуть ссылки, он там вызвал гнев происшествующего императора, Луция, а не Сенеку, к тому моменту прославившегося как известного философа, и пристраивает его в качестве учителя к сыну. Это был очень правильный ход, он его действительно начал учить достаточно неплохо, но очень интересно, какую программу выдает Агриппина младшая. Луций, а не Сенека, прежде всего философ. Философ очень хороший, философ стоик. Один из самых высококачественных, естественно, было бы логично, если бы он начал обучение своего юного ученика с философией. Первое, что запретило Агриппина, учить сына философии. И Сенека учил Нерона только ораторскому мастерству, больше ничему. Ну, потом какие-то мелкие дополнения были, но вот прежде всего риторика, ораторское мастерство. Вот интересно, что курса философии не было. Но все равно, так или иначе, Агриппина убедила Клавдия, что он умный, он воспитанный и будет прекрасным примером для Британика. Просто великолепным примером для Британика. Но для этого надо, чтобы они были вместе. А для этого надо, чтобы они были равны. А для того, чтобы они были равны, надо усыновить ее сына. И Клавдий на усыновление соглашается. и мальчики появляются вместе. Правда, первое появление уже поражает римлян, потому что юный Нерон, которого теперь стали звать Нерон, теперь и Клавдий Нерон германик после усыновления, появляется кругом, а его артистическая юная натура еще очень здорово любила, так сказать, именно так выступать, в раззолоченных плащах, в дорогущих одеждах, а британик очень скромно одетый, почти как раб, в простой тунике. И, конечно, они на контрасте производят очень сильное впечатление. Британик довольно быстро проникается, мягко говоря, нелюбовью к своему старшему навязанному ему родственнику. Более того, он четко осознает, что его начинают отодвигать и вообще отношения с Нероном он употребляет только, подчеркивая, что он ему не ровнее, только его настоящее имя Агенобарк. Что тут же становится известно о Грепине младшей, она тут же бежит к Лавдию и начинает жаловаться, что его указания, раз он усыновил, а значит, теперь имя должно быть употребляться только вот законное, и он должен быть Цезарем, не выполняется его же собственным сыном. И сына надо наказать. И Британику делается внушение. Более того, она очень хитро это делает. Она говорит, что на самом деле Британик мальчик очень хороший, он отца не хотел огорчать, он просто послушался по своей глупости, своего окружения, его окружают гнилые, плохие люди, и эти люди учат ему, его всякому плохому. И вот их бы надо заменить. И в результате все, кто был предан Британику, все, кто мог так или иначе его спасти, кто действительно видел в нем наследника престола, по приказу Клавдия были отстранены и заменены креатурой самой Агриппины младшей, которые теперь доносили каждый шаг Британика, но в случае чего его еще и запирали. То есть вот она так расчищала дорогу своему сыну. Вторая задача, которая перед ней стояла, это борьба с нарциссом, с тем самым, который был вторым известным вольноотпущенником, человеком очень талантливым, великолепным администратором, лично идеально преданным Клавдию, и причем человеком, несмотря на свое вольноотпущенническое происхождение, с большими связями и с очень большим влиянием. Он буквально возненавидел и Агриппину младшую, и ее сына, и более того, он стремился так или иначе продвинуть на престол Британика в качестве наследника, и поэтому вступил с ней в открытое противостояние. Конфликты были чрезвычайно серьезные. Агриппина младшая постоянно подлавливала нацистов в рамках каких-либо неприятностей. Вот, например, он отвечал за строительство канала из Фиденского озера для того, чтобы спустить оттуда воду. Строительство прошло не очень удачно, и полностью озеро осушить не удалось, сделать это удалось потом только со второго раза. И Агриппина перед Клавдием произнесла грандиозную речь, сколько нарцисс проворовал, как он все плохо сделал, какой он, так сказать, халатный работник, и вообще гнать его надо. Нарцисс, будучи человеком очень дотошным, вытащил целую стопку документов, показал, что он ни одного сестерца не украл, что все было правильно сделано, что вот это просто, так сказать, ошибка в инженерном расчете, которую очень легко устранить, атаку отбил, а потом в бешенстве стал, в общем-то, объяснять все, что он думает о Агриппине младшей, думал он о ней много, надо сказать, вплоть до того, что всплыли подробности, так сказать, до брачной, до брака с Клавдием связи с Палантом, масса других неприятностей, в результате этого конфликта Клавдий действительно начал более холодно относиться к Агриппине, Агриппина это прекрасно поняла и сделала еще один ловкий тактический ход, она через подставных лиц, через того же Паланта и так далее умудрилась добиться смещения командиров притарианской гвардии и назначения на это место, а это все-таки делатели почти переворотов, лично преданного ей и достаточно хорошо знакомого раньше еще Афрания Бура, которого вдобавок еще и одарила всевозможными финансовыми милостями и таким образом она уже понимала, что ей поддержка так или иначе притарианцев возможно будет обеспечена, это был первый ход, второй, она начала активизироваться в плане популяризации своего собственного сына, с ее подачи юный Нерон стал участвовать в судебных дебатах, начал выступать с речами защитников, причем надо сказать, что действительно очень часто он делал хорошие вещи, так в частности ему удалось выбить освобождение от налогов жителям Илеона, именно в память, так сказать, о том, что здесь трое было, ему удалось освободить от налогов и выбить субсидию городу Ападеи, который очень сильно пострадал от землетрясения, он очень помог родостцам, там тоже, так сказать, с помощью его самоуправления они выбили, вот имя Нерона стало невероятно популярно в провинции, да и римлянам он очень нравился, бойкий мальчик говорит прекрасные речи, удивительно, как 14-летний там или 15-летний мальчик мог говорить такие речи и такие знания, да и Сенека писал эти все речи, но он их совершенно классно произносил, артистический дар позволял ему разученный текст подавать как свой, совершенно виртуозно, а Сенека профессионал был, продумывал всю эту ситуацию. Все это в конце концов привело к росту популярности Нерона, а Британика ну практически полностью держали на задворках, но это никак не способствовало возрождению симпатии Клавдия. Клавдия действительно что-то очень сильно задела. Трудно сказать, что античные авторы впрямую не говорят, но они говорят, что просто его отношение к Агриппине младшей ухудшилось, и Агриппина младшая решила действовать. Но никто из античных авторов практически не сомневается в преступлении Агриппины младшей. современные исследователи правда говорят, что может быть она ничего такого и не делала, а просто воспользовалась обстоятельствами. Большая часть историков, даже современных, все-таки склонна обвинять Агриппину в чем? Да в том, что она отравила Клавдия. В общем-то отравление было вполне, выглядело как вполне естественное. Клавдий очень любил грибы, особенно белые. В дальнейшем, кстати, Ехидна Нерон, который после смерти Клавдия добился его обожествления, называл грибы пищей богов, божественной пищей. И Агриппина хорошо их готовила, она сама подала Клавдию эти грибы очередные, вот, он их съел, почувствовал себя плохо. Причем как-то странно они на него подействовали, у него отнялся язык, он говорить ничего не мог. Промучился почти всю ночь, стало вроде как легче, даже вызвали врача, врач дал снадобья, но снадобья не помогло, а есть версии, что даже усилило, поскольку врач был подкуплен в состоянии Клавдия, к утру Клавдия и скончался. А Гриппина оказалась на высоте. Она изобразила просто немыслимое горе. Она рыдала, она билась головой, она падала на колени перед Британиком и Октавией, горячо обнимала их, целовала и объясняла, так сказать, каким хорошим был их отец. Она предложила им пока уйти в свои комнаты, сказав, что она по скорости навестит сейчас вот все погребальные мероприятия, сделает, а потом они вместе пойдут хранить любимого отца. После чего ушедшим в свои покои детям к их комнатам Клавдия была представлена стража из претерианцев. Их уже никуда не выпустили. Что касается Агриппины, она действовала незамедлительно. Она вызвала Афрания Бура, вызвала Сенеку. Кстати, во многом вся эта ситуация еще стала возможна, потому что расслабился нарцисс. он поняв, что Клавдий уже полностью готов отстранить Агриппину и даже переписать завещание, кстати, многие считают, что он уже это даже сделал, Агриппина уничтожила на Британика, как на наследника престола, объявить именно Британика наследником. Нарцисс, который был уже человеком пожилого возраста, решил немножко передохнуть по принципу, ситуация под контролем, куда денется, у него там сильно заболели ноги и спина, ревматизм был, и он поехал на воды. И вот в его отсутствие Агриппина все это провернула. Агриппина тут же вызвала немедленно Афрания и Сенеку, который, кстати, очень не любил Клавдия и четко видел все его стремления к устелению монархической власти. И Сенека был один из немногих, кто прекрасно понимал, что на самом деле Клавдия никакой не мягкий дурачок, а жесткий в политическом отношении правитель, уже фактически подмявший Сенат. И поэтому он рассчитывал, что юный Нерон, которому будет 16 лет, а Сенека в общем-то был сторонником в большей степени республиканского устройства, ну, будет под контролем и при нем Сенат будет действительно править, а юный Нерон только царствовать. Поэтому он активно поддержал всю эту концепцию заговора и вполне возможно даже знал о том, что Агриппина отравит мужа. А вот так или иначе оба стали действовать. Сенека составил совершенно идеальную качественную речь, Афраний поднял претарианцев, которым еще и очень много заплатили, тут же открыла казну Агриппина младшая, претарианцам дали много-много денег и в сопровождении претарианцев юный Нерон отправился в Сенат. где его довольно быстро провозгласили принципсом и преемником Клавдия, совершенно забыв про Британика. Далее Агриппина младшая расправилась с нарциссом традиционным способом. Его попытались захватить, нарцисс не стал ждать, пока все это развернется, потому что прекрасно понимал, что там делают с людьми и покончил с собой. Так что от нового конкурента она избавилась. 16-летний Нерон действительно полностью находился под контролем матери. Начало правления Нерона это, по сути дела, правление Агриппины. Нерон воздал матери почести, которые были немыслимые до того момента, они оставались ни одной римской женщине. Во-первых, он преподнес ей титул Божественной Августы. Эта первая женщина, Агриппина младшая была первой женщиной, которая получила этот титул при жизни. до этого почти все женщины, которые его получали, они его получали уже посмертно. Вот первой Божественной Августой стала Ливия. А вот при правящем сыне, при императоре, чтобы сама власть, это Агриппина. Агриппина получила право ездить на повозке, на которой перевозились Божественные статуи, на колеснице, как богиня. Агриппина получила официальное право заседать в Сенате. Она там официально могла находиться, это вообще был нонсенс. Правда, сенаторы в шок впали, но тогда Нерон все-таки чуть-чуть эту ситуацию для сенаторов сделал более такой лояльной, подписав и, так сказать, определив, что мать имеет право там находиться и даже имеет право вмешиваться в ход дебатов не только их слушать, но за занавеской. То есть формально она там сидела отделенная занавесочкой, но все прекрасно знали, что она там. Даже изображение юного Нерона вместе со своей матерью достаточно поразительный. вот вот она его коронует, она выше, она стоит над ним, протягивает руку и коронует его как императора. То есть ощущение складывается такое, что она властитель, а он просто при ней соправитель и наследник. Первоначально действительно все сосредоточилось в руках Агриппины младшей. Очень трудно сказать, была ли она хорошей правительницей. Античные авторы на этот счет не говорят ничего. Их больше интересует уровень властолюбия и личное качество самой Агриппины. Они достаточно мало прописывают какие-то ее политические деяния, какие-то другие, но зато вот упоминание о том, что она там в честь себя город назвала, что она там какие-то грандиозные игры в честь себя устроила, она попыталась закон о своем величии еще один принять. Это пожалуйста. Функционирование же самой империи, ну, как-то вот античные авторы, говоря о том, что всем правило Агриппина, всем правило Агриппина, тем не менее, ну, практически никакие законы, принятые юным нейронам, так впрямую ей вроде не приписывают. И вот это тоже очень интересный момент. С одной стороны, женщину обвиняют в невероятном властолюбии, в том, что она стремится все контролировать и все делать, с другой стороны, не могут привести как бы ни одного серьезного факта, где она во что-то бы серьезно вмешалась, что-то испортила, или наоборот, что-то сделала очень хорошо в плане внешней и внутренней политики. Вот это тоже достаточно интересный момент. Но надо сказать, что Нерона первоначально такая ситуация очень устраивала, даже слишком устраивала. Он весь увлекся артистическими делами, шатанием по городу, менянием любовниц, всевозможными развлечениями, его там все эти занудные заседания в Сенате и вообще всевозможные управления, ему 16 лет было, его не волновали совершенно. И Свитоний приводит даже с ног сшибательную такую сплетню с его точки зрения радостную, показывая очередную развратность Агриппины младшей, что Агриппина младшая, будучи очень красивой женщиной и обладающей великолепным телом, что для бы удержать своего сына даже вроде как вступила с ним в инцестную любовную связь. Правда, это противоречит самому же рассказу Свитония, когда Нерон увидел мертвую свою мать Агриппину, он воскликнул, я даже не знал, что у нее такое красивое тело. То есть, если как-то у них все-таки были личные связи, предполагалось, что он это теоретически должен знать. Так или иначе, трудно сейчас сказать, насколько античные авторы оболгали Агриппину, раздражаясь ее властолюбием, но, безусловно, властолюбивой женщиной она была. В конечном итоге попытка Агриппины вмешиваться во все, а самое главное, что, судя по всему, и это проскальзывает у античных авторов, Агриппина взяла курс на продолжение дела своего супруга, покойного Клавдия, в том плане, что снижение роли сената и усиление власти монарха. Более жесткая централизация, превращение власти принципа все более и более во власть, собственно, не скрытую, а открытую, монархическую. И это вызвало очень сильную оппозицию, в первую очередь в лице того же Сенеки. Именно Сенека, вслед за ним Афрани и Бур, которые во многом привели к власти Нерона с помощью Агриппины, теперь стали выступать против Агриппины и пытаться против нее настроить Нерона. Сначала довольно таким интересным способом через женщину. Для этого была найдена очень красивая женщина, очень умная, правда, бывшая рабыня, вольна отпущенница, Акта или Актея, одна из самых дорогих куртизанок римского государства, которую подвели аккуратно к Нерону и она стала его возлюбленной, что вызвало очень сильный гнев и раздражение Агриппины младшей, которая против самой Актеи ничего особо не имела, ей не нравилось ее происхождение. Она активно начала клеймить позором сына, за то, что он связался с бывшей рабыней, что вообще-то надо связываться с аристократками, ну, и начала сына очень сильно раздражать в этом плане. Сын, правда, послушался и стал еще хуже. А вот, в силу того обстоятельства, что он завел себе сначала одну аристократку, потом другую, особенно опасной в этом отношении была Папея Сабина, ради которой он не то развелся с Октавией, вообще она куда-то исчезает, это его нелюбимая жена, дочь Клавдия, либо тоже способствовал ее смерти, там достаточно таинственно, Британика, кстати, он убил, вот по его приказу был убит Британик, и интересно, что то обстоятельство, что сама Агриппина младшая достаточно долго сохраняла жизнь Британику, и более того, использовала его как своеобразную страшилку для Нерона, говоря о том, что вот если Нерон не будет ее слушаться, у нее есть как бы кандидат на замену. В конце концов, Нерону это надоело, и он, в общем-то, способствовал тому, что кандидата убрали. Вот, Папея Сабина оказалась не только очень красивой женщиной, кстати, забавно, то обстоятельство, что именно этой супруге он на ней официально женился, Нерона принадлежал целый набор косметических рецептов. И некоторые маски Папеи и Сабины сохранились по сей день, например, маска из клубники была изобретена, и она, в общем-то, очень много внимания уделяла своей красоте, но она при этом была невероятно чистолюбива, и она сподвигала достаточно активно Нерона на противостояние матери. Та уже была готова акты вернуть, но, в общем-то, Папея Сабина все-таки переселила, и в конечном итоге Нерон решил избавиться от своей матери, не придумав ничего более качественного, как организовать ее убийство. Убить он ее пытался несколько раз, причем очень хитроумными и оригинальными способами, и раздвижной потолок организовывал, с которого должны были падать каменные плиты или же лепестки роз в огромном количестве, в которых можно было задохнуться. Потом еще одним его экзотической придумкой стал корабль прогулочный, на который он заманил мать, правда, сам не поехал, и который должен был в процессе, так сказать, путешествия распасться на части, с тем, чтобы она утонула. И вот тут, если первый раз Агриппину младшую спасло очень сильное чутье, и она умудрилась как-то совершенно спокойно выйти из зала до того момента, как все эти плиты обрушились, в общем, никак на нее это не все не подействовало, то здесь она действительно оказалась в воде из-за взламывающегося корабля, ее спасла вот эта молодость, ее удивительное умение плавать и нырять, и более того, она прекрасно поняла, что это крушение было организовано, тем более, что античные авторы описывают такую поразительную деталь, ее служанка, которая очень испугалась и не умела плавать, пытаясь, чтобы ее спасли, начала кричать спасите меня, я императрица, ее тут же забили баграми. После этого сообразительная Агриппина младшая нырнула, довольно долго проплыла под водой и потом благополучно вышла на сушу, тут же сообщив, что она чудесным образом спаслась в результате кораблекрушения и более того, ехидно послав своему сыну одного из сук для того, чтобы он сообщил о счастливом спасении матери. Она же не знала, до какой степени уже обозлился ее сын Нерон и думала, что в принципе вот он осознает, что мать дважды, если чудесно спаслась, что хватит ей подстраивать вот эти самые несчастные случаи, а Нерон и перестал подстраивать. Согласно античным авторам, он взявился настолько, что приказал убить свою мать. И был послан отряд солдат во главе с трибуном, которые должны были выполнить этот приказ. Кстати, к тому моменту Агриппина младшая, спасаясь, так сказать, от подобных несчастных случаев со стороны своего сына, переехала на свою собственную виллу, в которой она жила с Домицием Агенобарбом и где, кстати, родился Нерон. И вот именно на виллу, где он родился, где спряталась его мать, Нерон послал солдат с приказом убить Агриппину младшую. Увидев солдат, она все поняла, к тому же они были с обнаженными мечами. Она не стала никуда уже убегать. Она разорвала на себе одежду и сказала солдатам «Бейте в чрево, бейте в живот, которым я породила императора». Античные авторы по-разному трактуют эти последние слова Агриппины. Одни говорят, что она пыталась напомнить солдатам, что она мать великого императора. Другие говорят, что она этим жестом выразила ему презрение, что она хочет наказать орган, из которого родился такой недостойный сын, покусившийся на собственную мать. Но это действительно были ее последние слова. Солдаты, которые выполняли приказ, закололи Агриппину, неизвестно в живот или нет, но известно, что согласно тем же античным автором, Нерон лично пожелал убедиться в том, что мать его погибла. Именно тогда произнес я свою знаменитую фразу, а я даже не знал, что у меня такая красивая мать. После чего отдал приказ похоронить ее чрезвычайно скромно в Мизине, в пригороде Неаполя с очень-сочень скромной гробницей, не отдавая никаких почестей, которые были ей положены как Августе. Он же ей сам преподнес титул Августа. Правда, потом он жаловался, что ее призрак приходит к ней ему по ночам, что он даже вызывал персидских магов, чтобы отогнать призрак. И во многом незадачливая и несчастливая судьба Нерона, который вынужден был покончить с собой, с точки зрения античных авторов, так или иначе была определенным наказанием за матери убийство. Вот это кончилась судьба Агриппины младшей. И мать, и дочь очень трагически умерли. И мать, и дочь были сильными волевыми женщинами. Но вектор их поступков был совершенно различным. Если Агриппина старшая при всей своей смелости, при всей своей силе воли, при необыкновенном умении противостоять толпе взбунтовавшихся солдат, тем не менее не мыслила себя отдельно от мужа, жила его интересами, всю свою волю и всю свою энергию тратила на решение задач мужа, на воспитание детей, т.е. Агриппина младшая весь свой волевой потенциал использовала для того, чтобы состояться сама как правительница, сама как политик, для того, чтобы господствовать лично, а не быть отражением какого-либо мужчины. Методы и средства, которые она при этом применяла, конечно, иногда были просто ужасны, особенно, если верить античным авторам. Но обвинять ее огульно в безнравственности, показывать ее поведение как полное падение нравов, чрезвычайно сложно. Вот по многим параметрам, по качествам характера, мать и дочь очень похожи, но они живут абсолютно в разных мирах. И какой из этих миров более правильный, какой из этих миров более приспособлены для женщины, сказать достаточно трудно. Первый мир, это мир, в котором женщина живет, казалось бы, в гармонии сама с собой, в гармонии с обществом, но при этом не является личностью, является, какой бы она сильной и волевой ни была, а только отражением своего супруга. Второй мир, это мир, где женщина может себя показать как волевая, независимая личность, но зачастую именно это обстоятельство приводит ее не только к конфликту с обществом, но и очень сильно меняет ее характер и фактически превращает очень часто властолюбивую волевую стерку. Кто его знает, что лучше? Вот этот вопрос я и хочу вам задать. Всего вам самого хорошего. До свидания. Субтитры